Бери. Это мне? Да, сотовый. Это телефон, новые технологии. Порошок сотру. Думаешь, я не понимаю, что это мобильный? Застрекотала. Конечно, ты знаешь, что это мобильный. Но я хочу научить тебя им пользоваться. Я читала. Людям из некоторых социальных слоёв тяжело понять новые технологии. Поэтому я хочу тебя научить. Мы из нищих районов едим сотовые. Попробуй, какой вкусный телефончик. Убери телефон, иначе я... Что иначе? Ей дали телефон, а она пихает его мне в рот. Она меня унижает. Она схватила меня за горло. Оставь, Мерседес, я сам займусь. Всех закладываешь. Я могу тебя с ней оставить. Боюсь за тебя, вдруг начнёт царапаться. Я сам ей всё объясню. Ударю, располосую и патлы повыдёргиваю. Иди сюда. Вот она мне где. Выйди, пожалуйста. Вы тоже будете издеваться? Будь снисходительна. Может, я бедная и необразованная, но я не глупая. Мой. А это для чего? Чтобы включать. А это? Отправлять сообщение. Как включить музыку «Новая Луна»? Вам не нравится? Хорошо, тогда «Лос Уанку». Может, три «Лос Панчес»? Что-то не так? Нет, задумался о детях. Не спал и очень устал. Почему? Я должен встретиться с их отцом, не знаю, давать ему деньги или нет. С другой стороны, не хочу, чтобы дети страдали и... Не хотите? Их потерять? Не хочу. Не потеряйте. Я помешала. Дорогая, какой сюрприз? У вас совещание? Нет, я ей объяснял. Извините, мне пора. Я тебя извиняю. Если нужно, я тебе объясню, только скажи. В чем дело? Ты кем работаешь? Инструктором по мобильным телефонам для своих сотрудниц? Что с тобой? Я показывал, как пользоваться телефоном своему работнику. Зачем ты обманываешь? Чем вы занимались с ней? Можно говорить потише? Я показывал ей, как пользоваться мобильным. Ты меня за дуру считаешь? Ты ревнуешься, дорогая? Еще немного, и ты бы ее поцеловал. Что ты говоришь? Я показал, как пользоваться телефоном. Ты меня ревнуешь? Конечно, ревную. Можно говорить тише, дорогая? Нет. Когда меня что-то беспокоит, я говорю об этом в лицо. Это меня сильно беспокоит. Знаю, какой ты человек. Извини, дорогая, что ты здесь делаешь? Пришла просить о помощи. Больше не могу, мне нужно помещение закончить. Архитектор исчез, изоляции нет. Декоратор не дает подушки и лампы, что я заказывала. Ты должен поехать со мной, я хочу чувствовать сильное мужское плечо рядом с собой. Что ты хочешь от меня? Чтобы ты пошел со мной. Куда? Туда. Сегодня? Да. У меня ужасный день, а ты просишь меня опусти-ка? Алло. Ниль, да я ура-актриса. Привет, Турчанка. Что скажу? У меня мобильный, крошечный, в ладони помещается. Слышишь? Слышишь? Милашка, ты вовремя, слава богу. Что случилось? Кике пошел к китайцу. Спасибо, что сказала. Лечу. Извини, но ты никуда не летишь, потому что ты на работе. Нельзя уходить и приходить, когда вздумается. Появляешься как привидение. Извини, это работа эсперанца. Телефон тебе дали для звонков по работе, а не с подружками болтать. Понятно? Я не болтала, а говорила о важных делах. Они важны и для тебя, но не для компании. Сделай мне 800 копий. 800? Милашка, в чем дело? Объявилась, страж порядка, не дает уйти. Не волнуйся, я помогу. Еду к китайцу. Подожди. 800 ксерокопий. 800 ударов по лицу. Так вот в чем все дело. Занята? Должна сделать 800 ксерокопий. Иди-ка сюда. Мне нужно сделать 800 и одну ксерокопию. Я хочу растолковать тебе кое-что, чтобы ты больше не совершала ошибок и не лезла к нему. Поняла? Кто это лезет? Закрой рот и слушай. Мартин Кесада – мой жених. Я не знаю, какие темные мыслишки бродят в твоей пролетарской головке, но уясни раз и навсегда, что Мартин – мой жених. Ты все поняла? Мартин. Мартин – мой жених. Поняла? Я спрашиваю, ты поняла? Да или нет? Так вот как надо было. Да, Мартин, все записала, хорошо. Меня успокаивает мысль о том, что детям будет хорошо с вами. Понимаете? Считайте, собьетесь со счета. Что вы, я вам целиком и полностью доверяю. Раз дети остаются со мной, значит у них всего будет вдобль. Я в этом уверен. Все будет хорошо. Подпишите вот тут. Подписать? Что подписать? Приходный ордер. На деньги. Это проблема? Нет. Что вы? Какие проблемы? Вот тут подписать? Да. Да. Я Хосе. Хосе. Хосе? Да, я живу вместе с сестричками у Мартина. Может, вы не знаете? Так это ты, один из тех, кого усыновил Мартин? Да. Какая прелесть. Я Мерседес, секретарь. Рада познакомиться. Добро пожаловать. Хочешь чего-нибудь? Хочешь? Нет, мне надо поговорить с Мартином. А у нас все невкусное. Хочешь, принесут мороженое? Мне нужен Мартин, мне нужно поговорить с ним. Девочки, позовите эту... Как ее? Не надо мороженого, мне нужен Мартин. Он на совещании. Хуан, Хуан. Хосе. Хосе, все забываю. Ходил на матч Риверы? Я болею за Бока Хунирс. Бока Хунирс? Ты ходил? Может, хочешь перекусить? Нет, не хочу. Нет, он не хочет. Я хочу увидеть Мартина. Нет. Ты должен набраться терпения, когда он в кабинете, никого никогда не принимает. Тебя примет, не волнуйся. Пойдем что-нибудь съедим. Нечего на парня давить. Я не хочу есть, мне нужен Мартин. Вот он. Я понимаю, я должен был тебе все рассказать. Ты прости, я все объясню. А что случилось? Появился твой отец. Сынок! Что это? Не мой отец? Как так? Ты не знаешь этого человека? Непонятно. Не можешь узнать. Шок, столько лет прошло. Какой шок? Что за бред? Я знаю своего отца. Это не он. Ты помнишь отца? Когда он ушел, мне было восемь. Конечно, помню. Подождите, дайте сказать. Дайте ему сказать. Хосе, посмотри на меня внимательно. Куда он? Звони в службу безопасности. Не выпускайте его из здания. Альфредо... Я сам позвоню. Нет, отдайте мне. Я позвоню. Быстрее, быстрее, быстрее. Жми на газ, дополный. Я же сказал, не выпускать. Хосе, 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 хосе. Все пропало. Появился мальчишка. Все полетело к черту. Кажется, за мной погоня. Кто гонится? А я ни при чем. Я тебя убью. Мартин, дай объясню. Перестань. Будешь лезть к детям, убью. Ты ничего не знаешь. Не останавливай меня, когда я выясняю отношения. Не допущу, чтобы на тебя подали в суд за чье-то разукрашенное лицо. Я хотел заставить его все мне рассказать. Хочешь узнать, кто его подослал? Я тебе скажу. У тебя есть доказательства? Нет. Тогда не говори. Что было, Мартин? Этот тип побежал к Риарте. Не могу поверить, правда? Спасибо, Альфредо. Спас его, иначе бы я его отлупил. Я тоже хотел ему врезать. А смог бы? Кстати, силы ничего не решишь, верно? Это совсем другое, это дела взрослых. Вот как? Все через кулаки, все путем силы, никаких разговоров, брат. Так, что ли? Парнишка прав, молодец, парень умный, очень. А так не скажешь. Он только что преподал нам урок. Скажи Эдуарду, пусть отвезет тебя домой. Не прошу тебя, не рассказывай ничего своим сестрам. Ни за что. Зачем их расстраивать? Нужно было тебе пойти в летний лагерь. Если бы это был мой отец, я бы нашел, что ему сказать. Ладно, закончу дела и домой. Ладно, поцелуй за меня, милашка. Сам попрощайся. Нет, сам попрощайся, иди сюда. Милашка. Ее нет. Нет проблем. Ты ей передай. Я скоро приеду. Хорошо. Уходи скорее. Да не на лифте, по лестнице. Нет, у меня мениск болит. Давай, по лестнице. Совсем забыл. Вот листовки фестиваля рестлинга. Раздай. Хорошо, иди уже. Не забудь раздать. Милашка, я тебя ищу. А я вас. С тобой Хосе хотел попрощаться. Бедняжка, я не попрощалась. А вы-то как? В смысле? Я про этого типа. Поймали? Да, да, длинная история. Сделай мне кофе и бутерброд. А я тебе расскажу. Хорошо, сейчас принесу. Хорошо. Горячий кого? Да. Да. Фестиваль рестлинга? Адвокат согласит с тем, чтобы предъявить Ириарта иск. Нет, я не буду с ним судиться. Мы не дойдем до суда. Как только узнаем, кто за этим стоит, отзовем заявление. Вот так будем действовать. И он подаст в суд на нас. Мартин. Тупица. Президент компании сказал нет и точка. Иногда президент компании говорит, да, для тебя это нет. О чем ты? Обвиняешь меня? Заяви в суд. Нет. Только хочу узнать, как Ириарта узнал, что Мартин усыновил детей. Не знаю. Да ты, наверное, и сказал. Я прав? Прав? Любишь ты людей чернить. Альфредо, ваше давление. Перестаньте. Мне надоело выслушивать пустые обвинения. Тебя никто не обвиняет, Мигель. Что хотят, то и говорят обо мне. Удивительно. Мигель. Он что-то скрывает. Перестань, хватит уже. Он что-то скрывает. Я слышал. Мартин, подпиши бумаги. Подпишу и свожу куда-нибудь детей. Да, в кино. Да, давай бумаги. Милашка, Ньевис. Пришли посмотреть на чемпиона. Принесли костюм командиру. А где малыш? Там раздевалки. Неважно выглядят. Почему? Что-то съел. Что-то не то. На улице что-то схватил. Говорю же, не ешь. Верно? Я всегда ему так говорю. Потом у него живот болит. Да. Что с тобой? Что с тобой, милашка? У тебя что, приступ? Ты что-то увидела? Куда ты смотришь? Милашка. Я выронила свою монетку. Тебе нужна монетка? На, возьми у меня. Нет. Мне нужна моя монетка. Она была счастливой. Послушай, хватит. Возьми монетку. И нам пора за Кики. Я о нем беспокоюсь. Ему очень плохо. Я волнуюсь. Вот и бегите к нему, раз ему без вас плохо. Какая ты упрямая девчонка. Просто ужас. Буфет нам сюда. Приветствую. Что будете? Хот-дог. 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 Нет. Я предпочитаю другие блюда. Например, салат. Вот как? А тако? Тако. Это блюдо из Мексики. Вы будете тако? Нет. 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 Дети, поищите наши места. Итак, один, два, три, четыре хот-дога и какие-нибудь напитки. Ясно? Ты будешь есть? Нет, я пожью резинку. У детей сегодня хороший день. Да, да. А у тебя плохой? Да? Нет, милый. Дело не во мне, а в детях. Какая плохая идея приглашать их сюда. Почему? Потому что подобные вещи сводят их развитие к нулю. Ну и мумия. Бармен, это вам спасибо. Спасибо, сеньор. А сдача? Тут что, золотые хот-доги? Уже отвечаю. Алло. Турчанка, это я, милашка. Ты должна мне помочь. Милашка, ну что на этот раз? Я собиралась уходить. Я на фестивале рестлинга, и мне нужна твоя помощь. Да? И как я тебе помогу? Что с Кикей, он упал с ринга? Сломал голову? Когда похороны? Помолчи, все не так. Здесь Мартин с детьми. И его мумия. А ты? А я прячусь от них, под прилавком. Придумай что-нибудь. А почему бы тебе с ним не встретиться? Вы не на работе, вы просто пришли на шоу. Да, но меня тут все знают. Кажется, я поняла. Итак, тебе важно не оказаться перед прекрасным принцем рядом с увольнем Кики. Однако тебе не менее важно, чтобы Кики не увидел тебя с принцем, так? Да. Да, верно. Пожалуйста, подскажи что-нибудь, умоляю. Выкручивайся сама. Ты же взрослая девочка. Так что, пока. Подожди. Турчанка. Вот вредина. Милашка, ты что, до сих пор там сидишь? Ну, пожалуйста, идем. У Кики расстройство желудка. Он хочет, чтобы ты была рядом. Ты идешь? Иду. Как я могла знать, что он меня ждет? Обыкновенно. Идем. Ну да, наверняка этот болван решил меня кинуть. А милашка решила донимать меня звонками. И зачем я только родилась? Да, да, я решаю чужие проблемы, а кто решит мои? Добрый вечер. Привет. Как дела? Я увидел их по пути, обещал подарить их красавице. Теперь это выполняю. Они так прекрасны, что их можно сравнить только с твоими словами. Ты вдохновляешь меня, и не все слова еще сказаны. Я то краснею, то синею. Потанцуем? Да, я хочу потанцевать. На дискотеке моего друга натанцуемся в болю. А можно изменить планы? Ты плохо себя чувствуешь? Нет, нет, то есть да, но только для танцев. Слушай, а как ты относишься к дракам без правил? Ты хочешь подраться? Нет, нет, нет. Никаких подсичек и подножек. Никаких. Да. Я имела в виду шоу в спортзале поблизости. Там фестиваль рестлинга. Может, сходим? Это что, шутка? Нет, не шутка, это серьезно. Нам ведь нужно узнать друг друга поближе. Поверь, это самый лучший способ. Дамы и господа, добро пожаловать. Сегодня особенный вечер для нас и для вас. Это вечер страстей, горячих, как пламя из ада. Ждать осталось недолго. Сегодня для вас его начинает самый неистовый Человек-факел. А он правда будет в огне? Нет, Коки, откуда у него огонь? Милая, это долго продлится? Ну, дорогая, шоу только началось, оно должно идти хотя бы час. Его суперсильный соперник, он крепче камня. Говорят, его мускулы самые большие в мире. И это Человек-гора. Какой он здоровый, правда? Незабываемый бой будет судить судья Джонсон. Милый, это спортивное событие не слишком затянется? Не знаю, возможно, это на час-полтора. О нет, я умру. Я обещала Августине и Хуаните вместе поужинать. Надо им позвонить. Звони. Потрясающе. Он его убьет? Синьор, сидите спокойно, вы мешаете нам смотреть. Но этот человек меня толкает. Хочешь пересесть? Нет, нет, я буду здесь. Мне хорошо. Мой живот опять поет на все лады? Сыночек, ты уверен, что съел только один пирожок? Конечно, мам. Если бы я съел больше, я бы вообще умер. Ты и так умираешь. Ну, хватит меня попрекать. Сам домой доберешься? Милашка, он и до туалета не доходит. Мама, больше не говори слово туалет. Вызову такси. Ты что, нет? Погоди, нет. Этого делать ни в коем случае нельзя. Почему? Нам нужны эти деньги. Найти тебе пробку? Посмотри, сколько народу. И что? Нам нужно платить за квартиру. Вот почему этот бой должен состояться. Нет, нет, я не пущу тебя на ринг. Не волнуйся. Знаешь почему? Потому что вместо меня выйдет милашка. У тебя крыша съехала. Не уходи, ты должна меня выручить. Пойми, вся наша надежда только на гонорар от боя. У него лихорадка, он уже бредит. Ты выйдешь на ринг. Но я боксер, а не борец. Я всему тебя научу. Никогда. Что, опять больно? Опять живот? Бедняжка, он умирает. А тут круто. Что? Круто. Да, здрасте так, икипиан. Да. Коросо. Ух ты, какие красивые глазки. Привет, куколка. Хватит болтать. Вот познакомься, мой друг. Что? Хочешь что-нибудь выпить? Сок будет в самый раз. Сок такой? Открывай. С удовольствием. А что тут делает мой босс? А где же его красавица? Ты знала, что он тоже здесь будет? Конечно нет. С чего ты взял? Я что, ясновидящая? Брось. Ладно, хватит тебе. Где там твой сок? Если я подавлюсь хот-догом, кто будет хлопать меня по спине? Какой жуткий запах. Меня стошнит. Как можно так пахнуть? Давай, давай! Молодой человек, вы прекратите. Дорогая. Он ударил меня. Это случайно, успокойся. О нет. Здесь меня бьют и толкают. Я хочу домой. Хочу домой. Мы скоро уйдем. Пап, я не уйду, пока не увижу командира молнию. Посмотрим еще один бой. Милашка, слушай, не упрямься. Но как мы без тебя? Сам не упрямься. Оставь меня в покое. Пойми, это очень важно. Ну, что тебе стоит? Да? Может, сами примите бой? Сделай это для Кики, милашка. Но посмотри, как ему плохо. Ты хочешь, чтобы ему стало еще хуже? А если не для меня, то сделай это для моей мамы. Я не могу выйти на ринг в таком наряде. Я стесняюсь. Чего? Как это чего? Это работа. Биться честнее, чем позволять себя ищипать. Точно. Стану щипачем и сяду в тюрьму. Не заливай. Слушай, а отстань от нее. Бог с ней. Нам не нужна эта, мисс Бокс. Ты нужна мне, милашка. Отстань. Не уходи. Не уходи. Дамы и господа, прошу вашего внимания. Сегодня вместе с другими гостями этот бой пришел посмотреть легендарный чемпион Формулы-1 Мартин Кесада. Спасибо. Большое спасибо. Как шумно. Благодарю вас. А скоро будет командир Молния? Скоро, дорогая. А давайте поедем домой и посмотрим его по телевизору. Тут никто не снимает. Посмотрим что-нибудь еще? Довольно. Мартин, можно мне еще хот-дог? Сходи, купи. Мне тоже. А мне попить. Хорошо. Мартин, и тебе что-то купить? Нет, спасибо. Констанца, ты что-нибудь хочешь? Да. Совершить самоубийство. Дорогая. Моя голова раскалывается. Ты не могла бы принести аспирин? И лица не стыкали. Не упорствуй, спаси нас, пожалуйста. Выпутывайся сам. Публика требует командира Молнию. Если его не будет, нас линчуют. Ты этого ждешь? Да кто поверит, что я командир свет? Молния. Видите, я даже путаю имя. Костюм не спутаешь. Им важен костюм, а не тот, кто в костюме. Нет. Это твой долг. А ты помнил о долге, когда лопал пирожки? Нет, я не пойду. Уважаемые гости, вы дождались наиважнейшего боя этого вечера. На ринг выходит самый дикий драчун, самый жуткий кошмар, самый неистовый, мускулистый качок, тот самый Белый Орел. Белый Орел. Внимание! С другой стороны ринга выходит луч света. Наш всеми любимый герой, наши надежды и спасители, это командир Молния. Милашка, давай! Вперед, Молния! Вперед, Молния! Вперед, Молния! Вперед! Алло, Альфредо? Мартин, ты меня слышишь? Да, но тут очень шумно. Где ты? На фестивале рестлинга. Где? Послушай, Альфредо, если это не вопрос жизни и смерти, то не звони сам. И не позволяй никому. Я отдыхаю с Констанцией и детьми. Хорошо, Мартин, поговорим завтра. Боюсь, чтобы разоблачить Мигеля, придется подождать до завтра. Конечно, Альфредо, ты сделал все, что можно. Завтра, так завтра. Ну, а теперь, как насчет пиццы? Слушай, Мерседес, извини, но, если можно, в другой день? Нет. Я сплю на ходу, и мне нужно найти отель. Я понимаю, Альфредо, ну, как скажешь. Давай, милашка! Командир Молния! Давай, командир Молния! А почему Молния решила танцевать? Чтобы загипнотизировать врага. Как идешь ей этот костюм? Милашка прелесть! Да что она делает? Как это что, защищается? Это игра, мама, игра. Да ты что, он же ее убивает. Он же убьет ее, Кики. Ну что ты, я, пожалуй, съем попкорн. Оставь, снова расстроишь желудок. Нет. Командир Молния не может проигрывать. Конечно, не может, он сейчас встанет, вот увидишь. Слушай, а ведь Белый Орел должен выиграть, разве нет? Вон он какой сильный. А что, разве я не права? Победить должен сильнейший, то есть Белый Орел. Дорогая малышка, всего шесть лет, пожалуйста. Кики, сделай что-нибудь. Зачем это шоу? Молния, мы с тобой! Ничего, это не всерьез. Но как же так? Это притворство. Он его убьет? Нет, нет, нет. Молодец, малышка! Да убей же его. Мама, это не разрешено. Он боксирует? Боксирует. Боксирует. Но это не по правилам рестлинга. Молния, молния! Нам пора домой. Победил командир молния! Я хочу поздравить командира молнию. Мартин! Нет, Коке в другой раз. Ну, Мартин, это быстро. Ладно, поздравим молнию и сразу домой. Нет, Мартин, дай мне ее. Дорогая. Побудь с сестрой. Хорошо. Мартин, поедем домой, пожалуйста. Но малышка хочет увидеть героя. Ты всегда будешь делать, что она хочет. Мы поздравим его и сразу домой. А если она захочет машину, ты ее купишь? Не куплю, но я тоже хочу посмотреть на этого молнию. Да ну тебя. Ты куда? Констанца! Констанца! Извините. Привет, Мартин! Привет. Как дела? А это Турчанка. Привет, классное шоу. Точно, мы знакомы. Мы встречались, когда я был в вашем доме. Да. Она фанат рестлинга. Что? Я обожаю рестлинг. Что за цветы жизни? Это мои дети Коке, Лаурита и Хосе. Привет. Хосе. А Хосе обожает Мадонну? Что? Ну ладно, мы пойдем. А мы идем к молнии. Нет. Понимаете, молнии и остальные борцы сегодня очень устали после боя. Ясно. Но я так хочу его поцеловать. Она только его поцелует, и мы сразу уйдем. Еще увидимся. Я быстро. Подождите. Пока. Турчанка. Извините. Ничего. Турчанка. Это он! Это он! На секунду, ладно? Спасибо. Привет. Можно? Он там. Он там. Хорошо, хорошо. Сеньор, командир молнии. Извините, но мы очень хотим ваш автограф. Пожалуйста, командир, мы всего на пару минут. Я сразу их уведу. Они ваши фанаты. Выйдите к ним. Пожалуйста. У вас маска съехала, командир. Класс. Командир, извините нас, но Коки очень хотела вас видеть, и мы очень просим ваш автограф. Большое спасибо. Как вы разгромили орла? Мачисто. Точно. А пупка у вас не болит? Вы ведь сегодня так падали. Дети, нам пора. Молния должен принять душ, переодеться. Ладно. А можно я его поцелую? Молния должен отдохнуть. Молния должен отдохнуть. Большое спасибо, командир. Спасибо. Спасибо. До свидания. Пока, ребята, спасибо за все. Пожалуйста. Беру, беру, беру. Уже беру. Алло. Алло, милашка, это Коки. Ты представляешь? Мартин водил нас смотреть рейслинг. Правда? Как здорово. Мне больше всех понравился командир молнии, потому что он был самый стройный и побил толстого. С кем ты разговариваешь? С милашкой. Привет, милашка. Привет. Ну же, Мартин, скажи, что я подарила поцелуй командиру молнии. Она подарила ему поцелуй. Мне? Нет, не тебе, а командиру молнии. Да, да, конечно. Надеюсь, вы хорошо провели время. Да, дети были очень довольны. А у тебя все хорошо? Да, конечно, но жаль, что тебя не было. Дети по тебе скучали. Я тоже. Увидимся завтра. Да, до завтра. Пожар! Ты напугала меня до смерти. Беру пример с твоего чудика. Слушай. Что? Выручи. О, нет. Самый последний раз. Ни за что. Пожалуйста, одолжи мне еще раз одежду, умоляю. Версачи? Нет, никогда. Нет, не Версачи, не надо. Что-то супер элегантное, как у престижной секретарши. Прошу тебя, Турчанка. Ты хочешь сменить имидж? Точно. Я хочу сменить имидж. Что делаешь, Кики? Меня достает. Так, быстро за напитками. Я? Мне ей, живо. Милашка. Сними перчатку и покажи свою руку. Он сказал, что скучает по ней. Ты можешь в это поверить? Да, могу. Мартин всегда был очень добрым. И представляешь, как она с ним ворковала? Какая наглость. Какая вульгарность. Неужели она вообразила, что у нее с ним может что-то получиться? Ты не могла бы успокоиться? Нет, спасибо. Ну что? Кстати, мы не в церкви. Кики, а ну марш в мой офис. И поищи меня там. Да, кстати, я как раз хотел уходить. Но ты смотри, не забывай, что мы номер один. Ну что? Лучше. Гораздо лучше. Мартин, если бы ты был командир молнии, кто бы был твой самый главный враг? Моим самым главным врагом был бы... А я знаю. Человек-гора. Да, Человек-гора был бы моим главным врагом, хотя врагов у меня нет. Уверен? В мире, может, и есть один человек, который меня не любит. Роланда Мартинес? Причем тут Роланда Мартинес? Не при чем, я просто недавно читал один журнал. Ты вроде говорил, что он плохой парень. Нет, я такого не говорил. Это журналист неверный истолковал мои слова. Такое бывает. Правда? То была давняя история, когда я был гонщиком. А почему ты бросил гонки? У меня к вам предложение. Я пойду на работу, а вы в летний лагерь. Это программа «Минимум». Когда все выполним, я отвечу на этот вопрос. Хорошо? Нет, пожалуйста, посиди еще. Нельзя. Мартин идет на работу, не висни на нем. Давай сюда. Дети, пока еще увидимся. Пока, Мартин. Пока. Пока, Мартин. Ну же, милашка, мы так опоздаем. Бегу. Спрячьте платье. Куда ты в это нарядишься? Куда нужно? Твой Кики взглянет и станет еще чуднее. Да при чем здесь Кики? Да помолчите вы обе. Не дай бог, Кики услышит. Что услышит? Я что-то пропустил? Нет, нет. Я спрашивала милашку, отдал ли ты ей деньги за победу. Точно, Кики. Милашка вместо тебя выиграла бой, а ты забрал ее призовые. Я не обязан отчитываться. Идите. Я вас догоню. Но тебя ждем. Я быстро. Карлоса тебе заплатил? Да, заплатил. Тогда быстро деньги сюда. Я тебе больше не доверяю. Деньги, деньги. Всего 40 баксов? Пришлось оплатить костюм. Ты говорил, что они оплачивают костюм. Когда? Я должна помнить, когда? Тут мало для квартплаты. Что мне делать? Заработать, урод! Скажи, пусть заткнется. Не скажу. Пока. Подожди. Что? Послушай. Что? Может, ты попросишь аванс на своей новой работе? Что? Ведь они на тебя сразу носили по полной. Все, все, все. Погоди. Что? Что ты всегда уходишь так. Как? А поцелуй? За что? Как за что? За что? За все. Ну, наконец-то я дошел. Потом перезвоню. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Мерседес. Добрый день, Альфред. Как ты переночевал в отеле? Хуже некуда. Мне противопоказан такой матрас. Видишь, какой я? Отлично выглядишь. Правда, ты немного кривой. Спасибо. Будет готово через минуту. Нормально выгляжу. Ну-ка, покажись. Симпатичный цветок, но он заставляет меня вспомнить бабушку. Ты все повторяешь за турчанкой? Он позвонил. Он это кто? Тот самый Мартин Кесада. Он заказал двойной кофе. Не хочешь доставить заказ? Кто, я? Мерседес, милая, ну что там с фотокопиями? Да вот же они. Хочешь, я принесу тебе болеутоляющие? Или шейный бандаж? Я не могу тебя видеть каким. Ни то, ни другое не нужно. Все пройдет само. Надо быть стойким. А твоей жены вести нет? Никаких. Но ведь мне нужны мои вещи. Ах, как болит. Конечно, болит. А знаешь, я ведь училась на массажистку. Так что, если хочешь... Нет, нет. Лучше закажи кофе. Хорошо. Как ты быстро? Это мне? Нет, для Мартина. Принесешь мне тоже? Конечно. Не нужно мне цыкать. Тоже мне Виктория Бекхэм. Ну, когда я на тебя посмотрю... Ну, как? Хорошо. Да? Да, хорошо. Лучше, чем было. Все на месте, туфли блестят, но... Что? Но у моей бабули было такое же. Но это мой имидж. Что? Мой имидж. Ты хочешь работать здесь? Да, дорогой. Мне в том месте не выжить. Там стелют ковролин, а я от запаха падаю в обморок. Я не против того, чтобы ты здесь посидела, но где ты расположишься? Может, попросишь Мигеля одолжить мне его рабочий стол? Я бы попросил, но Мигель ненавидит, когда у него что-нибудь просят. Ладно, забудь. Нет. Я посижу с бумагами в баре. Никаких баров. Никаких баров. Я не хочу мешать. Ты никому не мешаешь. Сколько дней тебе нужно? Два или три, может, неделю. Я с Мигелем договорюсь. Можешь занять его стол? Дорогой, ты мой самый лучший друг в мире. Я люблю тебя. Люблю. Можно? Извините. Нет, нет, милашка, заходи. Заходи. Это Мерседес меня прислала. Входи, не дергайся. Мы просто иногда не можем сдержать свою любовь. Нет, нет, входи и поставь кофе здесь. Конечно. Да, милочка, и будь так добра, принеси мне зелёный чай на мой стол. Что? Зелёный чай. Мерседес тебе объяснит, что это. Да, да, я спрошу. Милашка, спасибо. Ну и глупышка. Заметил, в каком она шоке? Любимая, веди себя прилично. Я на работе. Как скажешь. Извините. Можно? Синьор Мерседес и я должны с вами очень серьёзно поговорить. Альфредо, я не могу серьёзно разговаривать, когда у тебя такой несерьёзный вид. Бедняга, я его скрутила. Мерседес, поскольку ты здесь, я должен сказать, что Констанца поработает в кабинете Мигеля несколько дней. Только этого не хватало. Извините. Что? Ах, да, да, я очень рада. В фирме не хватает женского взгляда. Добро пожаловать. Тебе надо разложить вещи? Да. А я поработаю. Это ваше? Да. Что он сказал, когда тебя увидел? Ничего. А ты не попросила аванс? Нет. По-твоему, у него нет дел поважнее? Он был с Альфредо? Нет. Он был с невестой, и они целовались. Так ты правда влюбилась? Займись своим делом. С меня хватит, хватит. Милашка. Не хочу выходить. Попробую всё объяснить. Пожалуйста. Спасибо. Вчера, когда мы уходили... Извините. Мы уходили с работы в разных направлениях. Я уточняю. Ближе к делу. Хорошо. Вчера, когда мы уходили с работы в разных направлениях... Да. ...мы видели, как Мигель встретился с Риарто здесь, в твоей ферме. Это невозможно. Мерседес не даст мне соврать. Мартин, всё именно так и было. Поэтому я тебе вчера позвонил. Да, это правда. Как насчёт чая? Констанция меня уже достала. А как насчёт моего аванса? Я его получу? Ладно, ладно. Делайте чай. Ей нужен зелёный, а мы только чёрный видели. Зелёный, чёрный, какая разница. Дайте вы ей хоть что-нибудь. Я дам ей крысиный яд. Милашка, не смей. Ослабительная. Да. Извините. Ваш чай. Куда его поставить? Поставь сюда. Не туда, а сюда. Першик! Извините. Тупица. Мартин! 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 Что случилось, любимая? Что с тобой? Что? Она облила меня чаем. Я случайно. Он меня схватил и... Нет, нет, что вы! Она лжёт. Да как всё было? Кошмар, кошмар. Ну ладно, раз так. Куда ты? Домой переодеться. Не хотите чаю? Может быть, подать вам сливки? Оставьте меня! Но я тоже в шоке. Эта особа меня чуть не обезглавила. Какая неловкая. Мерседес, можно тебе на минуту? Что ты хлопаешь меня по плечу? Мои манеры. Я принесу швабру. Подожди, милашка. В чём дело? Ведь ты не виновата. Ты... Ты не виновата. Как там, ребятишки? Хорошо. Всё хорошо. Мы с ними узнали друг друга получше. Они со мной сблизились. Немного. Вот и славно. Милашка. Ты сегодня очень красивая. Алло. Привет, милашка. Как дела, Турченко? Можно поговорить о твоём парне Кике? Что он опять натворил? Отправился в душ? Не может быть. Он ищет работу? Нет. Искать работу он не пошёл. Он пошёл к бабе. К бабе? Ты просто хочешь досадить Кике? Нет, подруга. Я не могу тебе лгать. Он по телефону пригласил в кафе... ...блондинку. Ладно. Сегодня день блондинок. Но эту я отправлю в нокаут. Где они встречаются? Мартин, твои дети прелесть. Я их люблю. Особенно младшую. Лауриту. Очарование. Она не младшая. Паренёк тоже ничего. Но, конечно, ты им отдал очень много. Знаешь, я тоже подумал... ...не завестили мне приёмных детей. Ну что, поговорим? Меня на что-то провоцируют? Я тебя не провоцирую, но мне нужен твой честный ответ. А где вопрос? Что вы, Сариарте, вчера делали в этом офисе? Да кто вам сказал такую глупость? Я вчера вечером был в спортзале. Можете позвонить и проверить. Мерседес и я видели тебя, Сариарте. Принести кассету видеонаблюдения. Не нужно. Мигель. Ты действительно меня предал? Как можно обвинять меня в предательстве, Мартин? Я же твой кузен. Да вы что, рехнулись? Мигель. Сядь. Что вы тут делали с Сариарте? Я не хотел тебе говорить. Но теперь... ...видимо, придётся. Ириарте шантажирует нашу семью. Как? Обещает рассказать эту прессу. А что он грозится рассказать? Много грязных вещей. Ну и что он может рассказать о Мартине? Что Мартин якобы его домогался. Что? Он так сказал. Да-да. Я сказал, ты настоящий мачо, ему не поверят. То он прислал якобы отца моих приёмных детей, то теперь это. Да что с ним? Он жаждет мести. Он не остановится. Очернить человека легко. Не верь этой выдумке, Мартин. Он нас разводит. Это Ириарте всех вас разводит. Нет, нас разводишь ты своим враньём. Почему я всегда во всём виноват? Не прикидывайся. Всего хватит припираться. Альфредо, оставь нас наедине. Мартин. Оставь нас. Мартин. Он велел тебе выйти. Хватит на меня так смотреть. Почему ты его не уволишь? Он же меня ненавидит. Нет, он оберегает меня. Нет, нет. Он меня ненавидит. Ведь я твой кузен, твой родственник. Ну, уволь его. Ты свободен, Мигель. Мигель, если Ириарте вновь сюда придёт, вызови полицию. Понял? Да. Я люблю тебя. Я оберегаю тебя. И не смотри так. Мерседес? Да, я прямой представитель спортивной торговой сети. Где Констанца? Уехала? Альфред, ну что же это? Ты совсем плохо выглядишь. Я у Мартина доверенное лицо, а он и не думает мне верить. Я сказал, что Мигель предатель, а он не стал меня слушать. Ну и не бери в голову. Мигель когда-нибудь попадётся, а Мартин поймёт, какое он ничтожество. Надеюсь, ты права. Тебя всё ещё мучает боль? Она меня убивает. Идём. Что ты хочешь сделать? Сделать так, чтобы ты не страдал. Идём. Как поживаешь? У меня твои очки. Точно. Большое спасибо, Энрике. Пожалуйста. Но только не Энрике. Я Кике. Так лучше. Ведь мы с тобой на «ты». Так что я Кике. Хорошо, Кике. Кстати, Энрике, я хочу тебя отблагодарить. Нет-нет. Чаевых мне не нужно. Нет? Ладно. Как хочешь. Да и мне пора идти, я работаю. Ты уйдёшь? Ну разве это будет нормально? Слушай, давай, поговори. Я спортсмен, каждый день тренируюсь в спортзале. Посмотри на мои мышцы. Я пришёл, чтобы не только вернуть твои модные очки. Я, безусловно, тебе очень благодарна. Ты действительно меня выручил, даже не один раз, но мне правда пора. Погоди, погоди. Не надо. Поздно. Официант, у меня, пожалуйста, пиво, а к нему какой-нибудь сэндвич на любом хлебе. Покушаем. Снимай свой пиджак. О, нет. Почему нет? Что если кто-то войдёт? Тоже мне мачо нашёлся. Все вы крутые, а стоит женщине вас попросить, вы сразу робеете. Я не уверен, что это нужно. Нужно. Ну, хорошо, я сниму пиджак. Хорошо, очень хорошо. Снял так, как будто сам этого хотел. Так, а теперь ложись на пол. Что? Ложись на пол. Ты хочешь массаж на столе? Пожалуйста, я сделаю. Ложись на стол. Пожалуйста. Я не могу. Его снова нужно уламывать. Ну, хорошо. Отлично. Ложись на пол. Так, правильно. Хорошо, расслабься. Думай о чём-то приятном. Я уже начинаю. Приготовься. Разминаем твою спину. Раз и раз. Альфредо? Беатрия, дорогая, я хотел тебе позвонить. Что тут происходит? Что? Что Мерседес делает сверху? Сейчас объясню. Отлично, Мэйсон, хорошо. Привет. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Констанца здесь? Не думаю. Может, в кафе на соседнем бульваре? Большое спасибо. Удачи, парень. Смотри, какой большой сэндвич. Ну и ну. Съешь половину. Нет. Но он и правда очень большой. Я бы с тобой поделился. Тогда я быстро помою руки, но потом всё-таки уйду. Мне пора. Хорошо. Да, детка. Милашка? Турчанка наврала. Кики нет. Милашка? Мартин. Ты меня ищешь? Нет. Почему ты не на работе? Я забирала анализы тёти. Помните, я говорила? Та лаборатория рядом? Какая? Там, где анализы. Конечно. Ну и почему ты здесь? Здесь? Да я шла на работу, но зашла помыть руки. Я не люблю это кафе. Мне запахи не нравятся. Ладно, побегу. А то Мерседес не дремлет. Да, тогда до завтра. До завтра. Ну и совпадение. Мерседес не дремлет. Да, любимый. Алло, дорогая. Знаешь, я ехал мимо, и мне сказали, что ты в кафе за углом. Ну, это неправда. Я не в кафе, что ты? Это неправда, я не в кафе. Хорошо, а где ты? Я дома. Переодеваюсь, потому что та тупица на работе вылила на меня чай. Послушай, Констанца, ты не забыла, что у нас переговоры с представителями спортивной торговой сети? Да, конечно. Хорошо, я за тобой заеду. Нет, нет, не надо, не домой, просто я не готова. А ты? Хорошо, а я скоро соберусь. Нет, не заезжай. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Мы договорились? Да, договорились. Ты лучше скажи, Кики был в том кафе или нет? Не был. Но там был Мартин. Мартин Кесада? Да. Ты только представь себе, этот парень мне уже снится. Что, он тебе правда снится? А в каком виде? Голый? Одетый? Да, правда. Еще раз так пошутишь? И я тебе сильно испорчу лицо. Ну что ты опять завелась? Шутка как шутка. Да и берегись, Мерседес. Она очень зла на тебя. Она три раза просила капачино. Правильно, капучино. Какая же она дрянь. Тянет из него деньги. И что делаешь ты? Подслушиваешь чужие разговоры? Стыдно, Мерседес. А тебя всегда нет, когда ты нужна. Не стыдно так работать? Я объяснила сеньору Кесада, почему уходила. Эсперансе, это твоя работа. Когда ты научишься работать и не зарываться? А твоя работа подслушивать? Отнеси это, Мартину. Что это? Договор. Он должен сегодня его подписать. Но рабочий день кончается. Ты занималась ерундой. Теперь поработай. Но он ушел, мы попрощались. Найди его и попрощайся опять. Где он? На вечеринке. В центре, в дорогом отеле. С вип-гостями. Я дам адрес. А мне понадобится поменять одежду. Это нужно было сделать давным-давно. Конечно, нужно переодеться. Я же тебе говорила. Сначала оденься как положено. А с этим что делать? Скажи ему подписать и принеси назад. Это нужно в Торонто. Мне в Торонто придется бежать. Нет, короче, иди и делай то, что сказано. Вот тебе адрес. Поторопись. Хватит, хватит. Стой смирно. Ну все, что ли? Погоди. Ты скоро? Я молнию застегиваю. Потерпи. Готово. Ты пока не спеши. Почему ты назвала меня лгуньей? Да так, я знаю, что ты ненавидишь Кики. Я только смеюсь над ним. И наврала, что он завел себе блондинку. А это правда. Он при мне по телефону ее приглашал. Я тебе говорила, в какое кафе. Я проверяла, его там не было. Был. Но раньше или позже, чем ты. Довольно, Турчанка. Лучше подскажи мне другое. Это правда изысканное платье? Или оно из фильма «Чикаго»? «Чикаго». Смотри, заберу его назад. Не болтай о нем, что попало. Я выиграла его в лотерею. Не где-нибудь, а в театре. Да разве оно не изысканное? Смотри, какой жемчуг. Он настоящий? Конечно. Ты врешь. Ну, это самое изысканное. Нет, только не перо. Не надо. Нет, не надо. Только перо. Только не перо. Только перо. Хватит. Где будет это перо? Привет, я пришла пораньше, чтобы не было проблем. Но больше не повторяй, пожалуйста, что она облила меня чаем случайно. Я не поверю, что у нее не было цели. Ты понимаешь, что говоришь? Привет. Я от у девушки, любимый. Здравствуйте. Как там ее милашка, что ли? Не знаю. Но она меня обожгла ради какой-то цели. Любимая, не было у нее цели, поверь. А ты почему так уверен? Потому что милашка не злая. Да это хуже, чем злость. Объяснить, почему? Так вот, если у нее не было цели, значит, она неуклюжая и опасная. Любимая, если хочешь, мы здесь побудем, но тут много фотографов и папарацци. Уйдем поскорее домой. Нет, мне здесь нравится. Давай здесь. Побудем, давай. Киса, да привет. Как дела? Хорошо. Конти, Тано. Привет. Очень приятно. Ну как ты, Тано? Видишь костюмчик? Да вроде обычный, а что? Мартин. Мой любимый кузен, как я скучала. Дебби, привет. Ты классно выглядишь, ты красавчик, Мартин. Дебора, помнишь, Тано? Это он, Тано. Да. Сколько лет, сколько зим. Как дела? Хорошо. Да, Мартин, я должна тебе кое-что сказать. Конти тоже. Я встретила любовь в своей жизни. Наконец-то. И он высокий-высокий. Как и миссис Ливчика. Скажу, не поверишь. А вот и он. Роланда Мартинес. Ну что, поговорим? Я так и знала, что это будет. Они же враги, ты совсем обезумела. Да. Извините, Тетти, пройти. Извините, спасибо. Руки прочь. Ваше приглашение. Какое приглашение? Извините, но без приглашения нельзя. Мне не нужно на вечеринку. Мне нужно, чтобы это подписал Мартин Кесада. Мой босс. Без приглашения нельзя проходить внутрь. Как мне еще вам объяснить? Ладно, я не пойду внутрь. Извините. Я лучше выйду и пойду в какой-нибудь кафе. Когда посоревнуемся на гоночной трассе? Не знаю, ведь я бросил гонки три года назад, Роланда. Не потому, что боишься потерпеть от меня поражение? Я не буду с тобой припираться. Какой деликатный. Скажи, почему ты меня ненавидишь? Я теряюсь в догадках. А ты вспомни, как в Испании погиб австралийский гонщик. Милтон Сидней. Меня признали невиновным. Я заработал победу трудом и талантом. И не позволю говорить о себе плохо таким, как ты, побеждавшим с папинами деньгами. Извините, Кесада. Можно сфотографировать вас и Мартинеса? Конечно. Все ради наших болельщиков. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты что делаешь? Я случайно его толкнула За мной кто-то погнался Сделай что-нибудь Не трогай ее, не трогай Что ты здесь делаешь? Меня послал Мерседес Это надо срочно подписать и отправить в Таранхо В Торонто Я прочту это в более спокойном месте Ты куда? Я сейчас Скоро будут вручать премии Мартин Мартин Ты бесподобна, супер Будь осторожней с Констанцей Я? Я ничего не сделала Я как лампочка На меня все слетаются А невеста ваша вся из себя Но та еще шалава Закрой дверь Закрыть дверь? Душно будет А еще у меня клаустрофобия Есть кондиционер От него мне плохо Как в холодильнике А вы что любите, жару или холод? Лето? Или зиму? Я хочу прочесть и подписать контракт Чтобы ты отвезла его Мерседес Ну и читайте себе Какие штучки? Милашка Я читаю Не мешай Милашка, прекрати Вкусно Милашка 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 Зря стараюсь Дай мне ручку Я сейчас подниму Мартин! Ты что тут делаешь? Я тебя уже целый час ищу Это не то, что вы подумали Я все объясню Ручка упала Я хотел поднять Думаешь, я дура? Дорогая, я все объясню Что ты объяснишь? Я все видела Послушай Мартин! Я знаю Мартин! Ты можешь меня выслушать? Это совсем не то Не то! Да, это гораздо хуже Клянусь, там ничего не было Знаешь, мне надоело выставлять тебя дурой Я все прекрасно видела Мы можем поговорить в более спокойном месте Где? У тебя дома? Там дети Ты куда? В офис Забрать ноутбук Я тебя отвезу Это ни в какие ворота не лезет Я тебя... Ты чего это вырядилась? Тебе поручили важное дело А ты исчезла на 4 часа И вернулась в костюме Коколичи? Как это так? Может быть, ты по вызову ездила? Тебя попросили станцевать, Чарльз Тон С тобой одни... Не грузи меня Ну да А меня можно грузить, да? Мне нужно снять копии с этих документов А ты исчезаешь Это как называется? Можно попросить тебя об одолжении? Опять? Посиди на телефоне, пока я не приду Кто там? Мартин со своей невестой Оба на взводе Смотри Что хорошо? Хорошо, предположим, что... Не надо предполагать, слышишь? Нет, предположим Я не верю, что ты серьезна Я все видела Что ты видела? Ничего ты не видела? Она присела у тебя между ног Тише Ты видела? Но это не то Не то Хорошо Что хорошо? Предположим, что это не то Я же сказал, не надо предполагать Нет, предположим Знаешь что? Мне надоело Надоели эти похождения с прислугой Их уже столько было, что я устала Хватит! Или она, или я Что? Отвечай! Что тебе ответить? Это просто глупость Вот ответь мне на эту глупость Я жду Констанца Что, Констанца? Ты... Что я? Ты моя невеста Отлично Я твоя невеста Значит Ее здесь Не будет Ты послушай, что ты говоришь Если хочешь, чтобы я успокоилась Отправь ее отсюда Ты куда? Домой Сколько еще тут сидеть? То есть, как это? Я же сижу и не жалуюсь И учти, что завтра Я, может, не приду Нет, я не могу Как я ее выгоню? Ты же хозяин Заплати ей Что должен И все Это работа Нельзя просто так выгонять людей Ты бы и раньше об этом думал Когда? До того, как вы начали искать Говорю же, ты ошибаешься Хватит Я все видела Ты не права Нет, я права Послушай Знаешь, что мы сделаем? Сейчас Я тебя уже выслушал Теперь дай мне подумать Я отвезу тебя домой и подумаю Думай Только недолго Поехали Дети Мартин Что-то случилось? Завтра у Коки день рождения Мы хотели спросить Можно нам устроить праздник? Ну, да Кого пригласите? И она попросила выгнать тебя Да, боится, что я отобью нее жениха В чем-то она права Ничего подобного И потом он ее выбрал Где он? Быстрее Вот он, вот он Вот он Кто там? Мартин? Скажи Да Это он Если он звонит в такое время Не знаю, кого он выбрал Что ты делаешь? Мне нечем с ним говорить Тем более так поздно Ненормальная Да и ненормальная Извини Ты не могла бы уйти? Я хочу побыть одна До завтра Пока Милашка, привет Это Мартин Я хотел узнать, как ты доехала И сказать, что... Поговорим завтра в офисе Пока Адьос Какой сегодня день? Понедельник А число? Пятое А что у нас сегодня? У меня встреча с канадцами Я... Я должна что-то сделать Но что он не помнил И больше ничего? Это ужасно Мы забыли про ее день рождения Ты сама хотела, чтобы был сюрприз? Да Не будем ссориться Это была общая идея Уведите ее, а я тут все организую Ты предупредил милашку? Нет, сейчас скажу Без нее нельзя Милашка ее обожает А еще у меня появилась отличная мысль Какая? Не скажу, это сюрприз Открыто Ну в чем дело? Ты почему до сих пор не встала? Быстрее, а то я опоздаю Давай вставай Я не пойду на работу Если я опоздаю на трамвай в 10-10 Придется идти пешком 15 кварталов Ну и поезжай одна У тебя что-то случилось? Отдай шефу или себе оставь Я туда больше не ногой Сейчас вообще все дорожает Вы не заметили? Потребительская корзина подорожала в среднем на 50% Все равно это какая-то афера Да? Может скажешь это своей благоверной, чтобы тратила поменьше Раз уж вы помирились Доброе утро Привет Альфредо Иду Позвони в бухгалтерию, пусть выпишут деньги И управляющему техотдела Я заплачу Хорошо, сеньор Альфредо Вы помирились? Не надо Меня уже Мерседес выпотрошила Иногда мне кажется, что она в тебя влюблена С чего ты везел? Войдите Не открывается Я принесла кофе Большое спасибо Не за что У тебя линейка есть? Сейчас, минутку Мартин Подожди Матерь Божья Ничего себе Что, кофе холодный? Что-нибудь не так? Нет, я хочу поговорить Да Где милашка? Она сегодня не придет Заболела? Ну, я точно не знаю Если не скажешь, я сам ей позвоню Она отдала мне сотовый, чтобы я вам его вернула Я не знаю Она просила Она отдала мне сотовый, чтобы я вам его вернула Я не знаю Мне кажется, что я вам его вернула Иду Даже поплакать не дадут Иду Мартин Что вы здесь делаете? Это ты что здесь делаешь? Заболела? Поэтому не вышла на работу? Я вызову врача? Нет Кимберли отдала телефон? Да, но я не понимаю Чего? Что это значит? Что я увольняюсь То есть? Почему? Из-за того, что Констанца вчера сказала? Нет, из-за того, что было потом О чем ты? Не надо, я все слышала Когда принесла Мерседес контракт Я слышала, о чем вы говорили Кто? Вы ваша невеста Я слышала, как она велела выбирать между мной и ею Я ухожу, пока меня не выкинули Пусть я грубая, но у меня есть достояние Достоинство Достоинство Не поправляйте меня Никто тебя не выгонит Ты ничего не сделала Ваша невеста думает иначе Какая тебе разница, что она думает? Да мне плевать А для вас это Очень важно Да Мы не об этом говорили Об этом Сегодня день рождения Коки У малышки день рождения И она была бы рада тебя видеть Она будет счастлива Ты придешь? Да Хорошо Поехали Нет То есть как? Учтите, я еду только ради нее Вы поняли? Хорошо Мне надо переодеться Хорошо Я же не поеду так? Я переоденусь Да Платье надену Ради бога, у меня для нее сюрприз Какой? Секрет Я к Мартину Его нет А где он? Поехал домой Коки день рождения Что? Коки, Коки Дочка его, помнишь? С челочкой такая Я знаю И у нее день рождения? У всех людей есть день рождения Заткнись А Мартин тебе не сказал? Да ему на меня наплевать Нет Дети, проходите Скоро придет Коки Мы должны сделать ей сюрприз Поэтому все прячемся Не трогайте ничего Только торт Нет, не надо Это для Коки Не ешьте пока Скорее наверх Скорее И все вместе, быстро Быстро Скорее, скорее Давай Привет Сюрприз Привет А это что тут делает? У этой есть имя Милая, я все объясню Что объяснишь? Что ты мне объяснишь? Что она лучше? Да нет же Уйдите отсюда Я не хочу вас ни видеть, ни слышать Констанца Замолчи Коки, с днем рождения Мартин, леденцы кончились Попроси у Росы, она принесет Сейчас Мартин А командир молния? Командир молния? Он что, не пришел? Нет, пришел Роса ему открыла Наверное, переодевается Пойду, потороплю его Правильно Прибыл командир молния Где именинница? Вот она, наша красотка Ну, иди ко мне Ну, вот она, какая большая Сколько тебе? Ну-ка, поцелуй, командир молния Ну, что такое? Ты не командир молния Почему? От командира молнии хорошо пахло От тебя плохо Лаура Что? Попроси Росу, пусть зажжет свечки Сейчас Милашка Ты что? Ты зачем прячешься? Кто прячется? Никто не прячется Нет? Нет Помочь вымыть чашки? Нет, спасибо Иди развлекайся Вы хорошо себя чувствуете? Да нет, плохо Что случилось? Мой внук исчез вчера вечером И с тех пор не объявлялся Я так волнуюсь Вы что, поссорились? Ну да Это я во всем виновата Роса Дайте командиру молнии Что-нибудь выпить Что вам? Что-нибудь покрепче Во рту пересохло Господи Только бы он меня не заметил Вы чего ругаетесь? Мартин Ты такой красивый Прямо конфетка Ребят, я пошла за стол Мне вдруг представилось пирожное с кремом Я должна это съесть Целую Зачем ты так себя ведешь? С твоей сестрой? Нет, как только пришла В чем дело? Ты... Ты это серьезно? Да Ты с кем тут был? С милашкой И ты спокойно об этом говоришь? Она моя помощница А я твоя невеста Ей-то ты сказал, что у Коки день рождения А я узнала от Мерседес Прости меня, ты права Но я вчера еще не знал об этом Вот и все Но милашку не забыл предупредить Из-за Коки Она ее обожает, ты же знаешь А меня нет Ты это хотел сказать А я столько на нее потратила Тебя она тоже обожает Не устраивай сцен То есть я истеричка, да? Алло Да Что? Трагедия Не пугайся, все в порядке Просто нас ограбили Конечно, в офисе Приезжай, пожалуйста Все, пока И ничего Бедняжка Он даже дышать не может Никак в себя не приходит Может, надо сделать искусственное дыхание Рот в рот? Нет, нет, только не рот в рот Вдруг я захочу злоупотребить Этой чрезвычайной ситуацией Бедняжка Смотри, лежит как ангелочек Ну и пусть Сегодня мы есть, а завтра неизвестно Надо использовать каждый миг нашей жизни Что ты несешь? Он же еще дышит Мы не дадим ему умереть Обмахивай его, а я принесу воды Альфредо Альфредо? Нечего Нечего на меня смотреть Альфредо, очнитесь У вас сердце бьется? Милашка, я должен уехать Офис ограбили Что? Я уезжаю, ты оставайся Нет, ни за что Я поеду с вами Нет Выйдем через гараж Альфредо, очнитесь Он что-то говорит Мне холодно, я умер Да нет, это лед Ну давайте, давайте, поднимайтесь Вот так Где он? Я хочу знать всю правду Видите, он упал Уйди Я-то что? Альфредо, Альфредо Нас ограбили, я бы хотел Милый, пообещай, что все будет хорошо Милый Все будет хорошо Ты вызвала скорую? Две Одну для него и одну... Пожалуйста, принеси мне стакан воды Может, лучше стакан водки? Двойную, со льдом Тоже выпить любит Держите Водку я не нашла Вы не забудете, что я вам сказала про Росу? Насчет Тони? Да Да-да Она очень волнуется Но не хочет вас беспокоить Вы извините, но... Я думаю, вам надо поговорить Ладно, я поговорю Это твой Нет, не мой Опять откажешься? А что я могу сделать? Она меня терпеть не может Или вы готовы с ней сцепиться? Нет Зачем нам ругаться? Поговорим и все выясним Вряд ли она станет со мной говорить Заберите Я не могу тебя отпустить Почему? Потому что не хочу тебя терять Что вы теряете? Вам любая сможет кофе подать И потом я слегка с приветом Невеста ваша меня не любит Что вам не особенного? Когда ты рядом, я чувствую... Что? Очарование Доверие Правда? Да Мартин, полиция хочет с тобой поговорить Скажи, я сейчас Хорошо Спасибо Мы завтра увидимся? Завтра увидимся Все, идем мыться, уже пора Нет, я хочу еще поиграться Ты вся липкая, мухи закусают Коки, иди сюда, осторожно Я уничтожу тебя, враг командира молнии Привет Привет, Мартин Я не хочу, не хочу Ну как вы тут? Еще не устали? Я прошу ее пойти в ванную, она не слушает Как можно не слушать сестру? Быстро в ванную Вот так Что я тебе сказала? Иду Полетели, полетели А Тони, есть новости? Нет, ничего Что вы теряете? Вам любая сможет кофе подать И потом я слегка с приветом Невеста ваша меня не любит Что вам не особенного? Когда ты рядом, я чувствую Что? Очарование Доверие Правда? Да Тони! Тони! Где ты был? Где? Не кричи Бабушка волнуется Раньше надо было волноваться Когда она держала меня на привязи Что ты делаешь? Ухожу Нет Так, так Тони? Да, это я Думаешь, ты себя хорошо ведешь? Ты не представляешь, как я переволновалась Роса, извините Где ты живешь? У друга Неправда, на улице Помолчи, тебя не спрашивают Слушай, избавь тон Это ты мне? Тебе Хосе, помолчи, дай мне сказать, пожалуйста А что он? Тони, послушай Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Извините, что я вас побеспокоил Так поздно Не о том речь Я предлагаю тебе решить свои проблемы Останься Переночуй Все уладь А потом уходи Бабушка меня не слушает Парень Давай я тебе приготовлю что-нибудь И мы поговорим Хочешь? Я жду тебя на кухне Спасибо вам за все Извините Беги Поцелуй его скорее Хосе, хватит Иди спать Иди Лаура Вы целуетесь? Нет Как это нет? Я же видел Ему 19 А ты еще маленькая Это зависит... От чего? Одна моя подружка встречается с парнем Ему 24 Мы говорим не о подружке А о тебе О тебе 13 14 14 На год больше Все равно Он для тебя взрослый Может Хосе за тобой присмотрит? Нет Ладно, ладно Будь умницей Обещаю Я не доставлю вам хлопот И спасибо за праздник для Коки Было здорово Да Спокойной ночи Спокойной ночи Что на тебе надето? Ну-ка повернись Она тебе мала Да Я купил ей у Хосе Брата Гарри Ну мала же Ну и что? Что у тебя там? Ну-ка покажи Ну ты и так знаешь В кармане что там? Рука У тебя карман с дыркой? Нет А в руке что? Это обезьянка? Да, обезьяна показывает язык Это мне Ну да Тебе Доброе утро Доброе утро Есть новости? Нет Я тут в газете прочитала Очень интересно 54% женатых мужчин Подкаблучники А 27% из них Импотенты Вам не зятка? Смотрите У меня просто мурашки Не понимаю При чем тут я? Нет Вы входите в другую группу Группа А Мужчины независимые от своих жен Но с гормональным развитием На уровне 12 лет Да Это в газете так пишут Это не я говорю Соедини меня с Кристианом Мендесом Нет Сначала кофе Срочно Двойной, обычный Капучино Кофе, кофе Кто хочет кофе? Милая, мы же не на стадионе Тут нельзя кричать Кофе, кофе Ты еще попкорн принеси Мы сегодня не в духе Ни в коем случае Так мне подавать кофе? Альфредо просил Что? Что-то не так? Ну да, я подложила чашечки Вам плохо, Мерседес? Мерседес, Мерседес Вы меня пугаете Что с вами? Ничего Просто я вспомнила, что Забыла отнести цветы тети Моя покойная тетя А я забыла отнести ей цветы Хорошо Если тебе нравится С цветочками Возьми А нельзя жить В доме подешевле Это просто невероятно Дайте мне трубку У нас срочное дело Боже мой, я знала Я знала, что это уже не исправить Пригрели змею на груди Змея В чем дело? Я знаю, кто это Таком А наводчики Точнее, а наводчицы Это милашка Какие у тебя доказательства? Плакать нельзя На ней моя цепочка Может, просто похоже? Что значит похоже? Да я ее за километр узнаю Это подарок моей прапрабабушке Уверена? Абсолютно Краска не размазалась? Нет Она не знает, что ты знаешь Вроде нет Не проболтайся Что вы делаете? Звоню в полицию Что же еще? Боже мой Какая же я дура Что такое? Я думала, вы подруги А я тебя совсем не знаю Какая муха тебя укусила? Дай-ка сюда Да что с тобой? Где ты ее взяла? Что? Цепочку Это моя А кто тебе ее дал? Кики подарила В чем дело? Это ты навела грабителей? Что? Альфредо Вот они Ну-ка дай сюда В чем дело? Это моя воровка Вы с ума сошли? Успокойся Что с вами? Я ничего не крала Эту цепочку мне подарили Альфредо Простите, я не знаю Что здесь произошло Но клянусь Я не крала Это ты объяснишь полиции Милашка Поклянись, что ты ничего им не говорила Клянусь Я не знаю, где Кики взял эту цепочку Но я из него все вытрясу Сюда, пожалуйста Где девушка? В кабинете А ключ? Я его здесь оставила Как так можно? Я не знаю Видимо, кто-то забрал Открыто Она сбежала Где она? Где она? Где ты? Милашка, беги В чем дело? Лифт уехал Да, что с тобой? Некогда объяснять Вон она! Милашка, милашка Пусти, пусти меня Милашка, скажи же В чем дело? Что она сделала? Офицер! Что происходит? Стой, что здесь творится? Она была в сговоре с ворами Ты что? Да, да Она их соучница Этого не может быть Мы говорим тебе правду Нет Мартин Это невозможно Почему же? Люди не станут говорить зря Когда человек вдруг Послушай, не говори глупостей Тут какая-то ошибка Это исключено? На ней была моя цепочка Ты знаешь, сколько на свете Одинаковых цепочек? Но против нее слишком много фактов Тебе не кажется подозрительным, Что в день ограбления Ее не было в офисе? Она хотела уволиться Не будь таким наивным Ладно